На площадке ГТРК Карачаева-Черкесии состоялась горячая линия. Вице-премьер правительства Карачаева-Черкесии Евгений Гордиенко ответил на вопросы, связанные с водоснабжением, дорожной инфраструктурой и ЖКХ. Провела прямую линию Мадина Лайпанова. Какая тема наиболее популярной и о значимости общения с населением республики напрямую, расскажет Альбина Ламкова. Почти час эфира с актуальными вопросами и конкретными ответами заместителем председателя правительства Карачаева-Черкесии Евгением Гордиенко прошли конструктивно. По данным Центра управления регионом, в органы самоуправления поступило 2798 обращений за 11 месяцев этого года. Из них 1205 касались отсутствия воды в разных районах республики. Поэтому начали программу с обсуждения этой темы, заметив, что почти в каждом районе есть те или иные проблемы с водой. Вопросов много остается. Они связаны больше с тем, что у нас очень много водоснабжающих организаций на территории субъекта. В связи с этим правительством республики на прошлой неделе было принято решение по исполнению поручений главы республики о создании единой водоснабжающей организации, которая будет заниматься водоснабжением и водоотведением. В эту организацию будут аккумулированы все водоканалы, за исключением, которые сейчас находятся в частной собственности. Это и государственные собственности, и объекты, и муниципальные собственности. Также будет сформирован новый тариф, экономически обоснованный, который позволит функционировать этой организации полноценно. Затем поступил вопрос другой тематики. От пенсионеров-новоселов. Они проживают по улице Свободы. Мы жили по улице Даватора, 58. Недавно получили квартиру по улице Свободы, 62. В доме проживает много пенсионеров и инвалидов. С некоторых пор водоканал обязал всех жильцов дома передавать данные счетчиков потребления горячей и холодной воды по телефону в течение трех дней, с 20 по 23 число каждого месяца. В том случае, если это сделать не успевают, начисляются штрафные санкции, в несколько раз превышающие сумму платежа. Насколько это законно и правомерно? Это незаконно. Я у себя заметил, мы разберемся с этой ситуацией. Было много вопросов. Безусловно, одни из самых острых касались жилищно-коммунального хозяйства. Так, ответ по вопросу переселения жильцов дома по улице Гутикулова, 7, был положительным. Поступил вопрос от работников культуры и искусств. А значит, спрашивают, будет ли в ближайшее время начато строительство здания театра? Да, будет начато со следующего года. У нас уже проектные работы по реконструкции этого театра завершены. Проект прошел государственную экспертизу. Тема замены лифтов становится всё более актуальной, так как речь прежде всего идёт о безопасности людей. Вопрос поступил из микрорайона Московского. Вообще у нас реализуется программа по замене лифтов. Естественно, она поэтапная. Разом мы не можем менять, но лифты меняем. Давайте адрес я узнаю. И мы ответим, когда конкретно в этом доме будут заменены лифты. Ещё одна проблема, которая влияет на качество жизни людей – состояние дорог. Поэтому вопросы дорожной инфраструктуры не остались в стороне. Так, в ауле Верхняя Мора идёт ремонт дороги к населённому пункту. Жителей также волнует вопрос о ремонте дороги в самом ауле. Эта дорога называется у нас Кисловодский-Рачаевск. Мы её начали ремонтировать два года назад. И на этот год у нас 8 километров подлежит ремонт. Работа уже завершается. На следующий год у нас запланировано 10 километров по этой дороге. Естественно, и до ула Верхняя Мора мы тоже дойдём. Прямой диалог с населением лучше любой статистики. Это чрезвычайно важно для того, чтобы скорректировать практические действия представителей власти всех уровней. Именно поэтому глава Корчаева-Черкесии Рашид Темрезов дал поручение всем министерствам проводить горячую линию на регулярной основе. Альбина Ламкова и Евгений Лохвицкий. Вести Корчаева-Черкесия.